Бонжорно! Угадайте, что происходит? Мы опаздываем на старт! Предсказуемо, да? Успели за 2 минуты до старта! В сторону старта! Салям алейкум! Вроде стартанули! Толян, удачи! Спасибо! Жир! Боль! Пойдем! Так, снова мы по классике. Получили номерки. Бахнули по пиву. Поедем. Догонять. Доброе утро! Все, дали фору пацанам полчаса. Будем собираться выдвигаться. Шлем не застегнул. Пивка бахнул. Материться буду. Я, кстати, сегодня еду вот на этом вот шульце. Что-то там Шульц Дон Край. Вырвал его прям за 10 минут до конца регистрации у Паши. Так что скажем спасибо Паше за контент. Без него бы этого не было. Поеду на нем. А Кона все еще в реанимации. Выдвигаемся. По плану сегодня 150. У нас по плану сейчас магазин. Потом по плану мы хотим заехать в баню. Мы и были на прошлом лесе там. Как минимум, если не баня, то как минимум зайти в рестик позавтракать. Посмотрим. Это что было? А блин. Вот так вот. Вот так вот. Одной рукой снимать. Второй рулить на песке. Блин, больненько убрался. Это те самые бани, где мы на прошлом лесе ужинали. Которые открыли для нас. Вот вернулись как обещали. Сейчас будем завтракать. Вот это гонка, я понимаю. Присоединяй. Как говорится, кому рейс, кому адвенча. Так, снова мы идем на рекорд. Время уже три часа доходит. Мы только выбираемся из этих уршальских бань. Немножко тут убрались. Сейчас еще пойдем в магазин и дальше поедем. Чувствуем, мы на промфиниш приедем утром. Ну, кого мы удивим этим, да? Выбрались из этого уршальска. Очень мы там застряли, конечно. Впереди мы там приглядели еще одну кафешку. А там еще и кжель. Диман, кстати, решил слиться. И я опять потерял Витя. Мы на самом деле не заблудились. Трек реально идет прямо под центр кладбища. Только сейчас заметил, что у меня вал стоит. Ну, точнее, у Паши. А резина прям бомба. Гребет просто как немая. Кстати, что за резина? Так, что это? О! Онза. Я даже такое не знаю. Но грибет круто. Стремно это даже сказать. Но время 5 часов, а мы проехали только 40 километров. Ну, 40 это от станции. Как всегда. Ой, блин. Еще песочки такие хорошие начались. Тяжело снимать. Весь день прокатался, ничего не снял. Вообще. Никаких происшествий. Деревья, песок. Песок, деревья, мостик. Наконец, хоть какой-то ковырял его началось. Ой. И там даже водичку вижу. Неужели поплаваем? Ой, нет. Водички нету. Вернее, есть. Но не поплаваем. Перешли сейчас по бобровой плотине. И сейчас уже темнеет. Снимать здесь категорически что-то нечего. Я не знаю, что снимать. Наверное... Наверное, я отключаюсь и больше не буду снимать. Посмотрим, что завтра будет. Не знаю. Доброе утро. Мы, короче, ночью все профакли. Был жуткий холод. Прям нереальный холод. Мы на Кольском так не мерзли. Даже близко. Надели на себя все шмотки, что у нас были. А у нас не было ничего. В общем, мы чуть-чуть не доехали до... Ну, как чуть-чуть? Километров в 30 мы не доехали до промо-финиша. Решили заночевать. Отогрелись. И хотели поспать пару часов, но что-то пошло не так. И сейчас уже два часа. В общем, не знаю. Думаю, либо мы сейчас упоримся и поедем до Владимира. Будем ехать до утра понедельника. Либо сольемся в какую-нибудь сторону. Куда-нибудь, короче, сольемся. Холодно было. Просто ужасно. Были что-то не готовы к этому. А еще у нас велики поломались. Я еду на сингле всю ночь. Колесо одно разбили. Ну, короче, приключения у нас полным ходом. Сливаться неохота, но, возможно, придется слиться. В общем, сейчас собираемся. Уже второй час. И будем двигать непонятно куда, правда. Сейчас решим по дороге. Еще одну такую ночь ледяную. Что-то неохота. Тем более нечем греться. Вот так вот. Ну и самое обидное из этой поездки то, что нифига не снял. Даже не знаю, будет ли видос. Потому что вообще ничего не снимал. Нечего снимать. Хотя я это уже, наверное, говорил. Такс, ну, в общем, мы выдвинулись. Сейчас доедем тут до одной развилочки. И там будем решать. Сольемся во Владимир, в Муром. Или все-таки поедем до конца. Но что, вторую такую ледяную ночь не готовы вывести. Тупо холодно. Вообще, эта гонка лес какая-то заколдованная для меня. Я их уже столько слил, что со счету сбился. По-моему, я проехал только один раз. Вроде все хорошо, но почему-то постоянно сливаюсь. По разным причинам. Непонятно. Заколдованный лес. А ты что, Витек, думаешь? Если я всю жопу отбил, я сидеть не могу. А как тебе ночь? Ночь очень холодная была. У меня уже не было сил просто ставить палатку. Начало вырубать. И я лег на матрас. Прям на улице, короче. И залез в спасательное одеяло в спальню. Проснулся весь мокрый. Выглянуло солнце. И я быстро высох. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плохая новость, мы в общем решили слиться, едем во Владимир, по асфальту решили соточку мотануть. У меня спускают не пиля, ну травят, не держат, еду на сисочках таких по асфальту, скоро стемнеет, мы опять дадим дуба, но надеемся ночью хотя бы приехать во Владимир, я не знаю как так получается. Заехали в кафе, взять что-нибудь горяченького, а там пропаганда просто на всю фигачит. Лучше померзнуть кофе здесь, пока его ждал, уже почти поверил во всю эту херню. Вы знаете, во-первых, вы спиртные злоупотребили, я смотрю, не надо меня учить работать. А вы не работаете, вы не работаете. А что я делаю? Не мешайте людям. Ох, блин, больше Гармина, я ненавижу РЖД. Доехали до Владимира, сейчас еле-еле зашли на вокзал, заставили снимать все сумки. И у нас оплачено купе грузовое для великов. В итоге велики едут в тамбуре. Тут, в общем, каждый просто директор прохода, и это просто нереально. Все впечатления вообще обо всем мероприятии испортил РЖД. Как я их ненавижу, блин, сколько я сейчас орал, сколько нервов, блин, просто не передать. РЖД гори в аду.